Внушающий страх инструменты от лоринголога теперь в прошлом. В детской больнице проверить уши, горло и нос маленьких пациентов теперь можно с помощью высокотехнологичного приспособления. Отвлекает внимание монитор, на котором сам пациент видит обследуемый орган. Так называемый лор-комбайн позволяет не только диагностировать те или иные лор-заболевания, но и своевременно их лечить. Мы можем здесь высушить наружу слуховой практики после проведения данной процедуры, чтобы наши следы не уходили с церновками на ушами. Можем вводить лекарственные средства, если есть необходимые насадки. Также мы можем проводить такую процедуру, как продувание слуховой труб, что тоже очень нужно. Намного проще следить за состоянием глаз теперь и Саши Карпулу, который с самого рождения из-за проблем с озерением является постоянным пациентом-офтальмолога. Раньше мы ездили в Чебоксары, в МНТК или на Ашмарина. И дорога длительная, он нас очень плохо переносит в транспорт. И мы вот с трудом всегда обследовали наше зрение, так как мы до конца не могли понять, что с ним, как с ним, как его лечить. Потому что там у нас очень сложные диагнозы, которые нужно постоянно подтверждать или наоборот. Например, новое приобретение больницы рефрактометра позволит Саше и другим маленьким пациентам быстро оценить результаты лечения близорукости или дальнозоркости. Еще не выезжая из города, можно сделать цифровой рентген. Плюсы нового аппарата – это увеличение пропускной способности, уменьшение дозовых нагрузок и возможность передачи данных исследований по компьютерным сетям. Возможность одним нажатием практической кнопки получить изображение на рабочем столе рентген-лаборанта и параллельно получить изображение на рабочем столе врача, который проводит цифровую обработку, описывает и отправляет по локальной сети к докторам, которые направили на рентгеновское исследование. Эти возможности больница получила за счет федеральной целевой программы по оснащению детских поликлиник. Помимо того, что в больнице все высокотехнологично, теперь еще красиво и удобно. В медучреждении подходит к своему завершению капитальный ремонт. На проведение капитального ремонта выделено более 31 миллиона рублей. В рамках этого финансирования было отремонтировано, можно сказать, все практически. То есть была отремонтирована кровля, замена всех коммуникаций, общестроительная работа по ремонту помещений, непосредственно то, что вы видите на сегодняшний день. Руководство заверяет, что уже совсем скоро отремонтированная и оснащенная детская больница заработает в полную силу. Сабина Вишневская, Петр Куприянов, Новости Новочебоксарска.